Дорогие люди, всем огромнейший привет! Сегодня отвечаю на ваши вопросы про карманные деньги. Я вам оставляла окошко в той сети, которую нельзя называть, для того, чтобы вы смогли записать туда те моменты, которые вас тревожат. Что вам хочется прояснить? Потому что на самом деле, мне кажется, очень многие специалисты снимали видео про карманные деньги. И все равно у мам вопросы остаются. Вот давайте сегодня самые такие болезненные ключевые точки разберем. Первое. Елена спрашивает, так в каком возрасте все-таки вводить карманные деньги? И вот смотрите, у нас нет какой-то конкретной цифры, когда карманные деньги нужно вводить. Я знаю, что поездка, я ходила и сама к ней на семинар, я знаю, что она говорит о том, что карманные деньги появляются у ребенка в 4 года. Но при этом, если вы обратите внимание, то и она же говорит, что мы до 4 лет детей цифрам не учим. И вот здесь получается такая несостыковка. То есть мы вроде бы не должны ребенка обучать цифрам, не должны обучать счетам, но при этом в 4 года начать уже карманные деньги выдавать. Поэтому для меня какие есть критерии и моя рекомендация самая главная по возрасту, в который мы даем деньги карманные своим детям? Это должно произойти минимум за 2 года, примерно за 2 года до того, как вы подразумеваете, что ваш ребенок начнет ходить без вас. То есть нам нужно, чтобы у ребенка и у нас с вами был вот этот временной запас, вот эта подушка такая безопасности за 2 года до того, как ребенок начинает ходить без вас. Это может быть школа, где он может оплачивать, например, что-то в столовой. Если мы ребенка отдаем в 7 лет в школу, соответственно с 5 лет мы вводим карманные деньги для того, чтобы он под нашим еще присмотром получал их и чтобы он вместе с нами, проходя в магазины, он мог их тратить под нашим контролем, чтобы мы могли там свои 5 копеечек вставлять куда-то. То есть очень важно дать деньги за несколько лет, за год, за два до того, как ребенок начинает самостоятельно куда-то ходить. Это позволит избежать очень многих сложностей, очень многих проблем. Дальше, следующий вопрос. В 6,2 ребенок не может считать пока выданные деньги и соотносить их с ценами? Очень классный вопрос, к сожалению, не могу по вашему нику понять, как вас зовут, но тем не менее, я думаю, этот вопрос и с этим вопросом сталкиваются многие родители, у которых дети еще не умеют считать. И кто проходил мой курс подготовки к школе, мы там говорим про овладевание базовыми навыками счета. Что для нас важно к школе, чтобы ребенок освоил? Счет десятками, 10, 20, 30, 40, счет сотнями, 100, 200, 300, здесь же еще мы добавляем счет с шагом в 5, 5, 10, 15. И самый главный критерий, который нам важен, чтобы ребенок освоил перед школой, это обратный счет, начиная с любой точки в пределах 100. То есть мы задаем любое число, 86, 85, и ребенок может с любой точки, какой бы мы ни назвали, сделать нам обратный отсчет. Вот эти критерии говорят нам о том, что ребенок освоил понимание, то есть он понимает, что такое число, он умеет варьировать, складывать, вычитать. Это все ребенок научится потом в дальнейшем в школе, но самое главное нам понимать вот эти вот моменты. Дальше, ребенок не может выданные деньги соотносить с ценами. Я думаю, что вы пропустили вот момент введения настольных игр, стратегических, самая базовая, например, да, первая стратегия, это монополия, там как раз есть деньги, там есть возможность это все соотносить. Монополия вообще это самая такая простейшая базовая игра, которая, как правило, есть в каждом доме, и мы ее вводим, ну вот после четырех лет как раз мы начинаем уже в нее играть. Есть семейные монополии, есть классические, да, там игры миллионеры и так далее. То есть это те игры, в которых мы как раз учим ребенка что-то отсчитывать, приплесовывать на игре. Дальше у нас с вами появляется игра числиус, это игра про устный счет, игра на счет в уме, это тоже мы начинаем уже играть и отрабатывать до школы. И мы с ребенком вот эти вот все моменты прорабатываем, проверяем. Но тем не менее, как научить ребенка соотносить что-то с ценами? То есть вы даете, пришли вы в какой-то магазин, у вас, например, карманные деньги 100 рублей. И вы проходите с ребенком в магазин и говорите, вот тебе 100 рублей, смотри, что ты на эти 100 рублей можешь здесь купить. И здесь очень важный такой момент, то что ребенок вам должен показать все, лучше какой-нибудь небольшой магазин выбрать, а-ля фикс прайс, например, ну вот что-то такое, да, не по Ашану же ходить, не по Ленте, потому что вы просто устанете. И вы говорите ребенку, вот смотри, у тебя 100 рублей, перечисляй мне все, что ты можешь на это купить, на эти деньги. И вы плавно подводите ребенку к тому, что смотри, ты можешь купить, там не знаю, 20 чупа-чупсов, а можешь купить, например, себе пазл. Ты можешь купить, вы даете ребенку сравнить, что он может купить много какой-то мелочевки и может купить что-то еще. Или вы показываете ребенку, а вот смотри, вот за 200 рублей, когда у тебя будет через 2 недели 200 рублей, ты уже сможешь купить себе вот это, то есть вы постепенно увеличиваете ставки. Вы помогаете ребенку понять, что на эти деньги можно приобрести. То есть вы закладываете в ребенке ценность вот этой вот купюры или вот этих вот денег на счете, если вы перечисляете ребенку на детскую карту, например, банковскую. Поэтому вы вводите вот это понятие. Вы ходите по магазинам и смотрите, а что можно приобрести на эту сумму. Как я делала со своим сыном. Вот у нас в 5, по-моему, лет у него были 100 рублей карманные. Сначала мы давали 50, потом мы стали давать 100. И я говорила, вот смотри, есть 100 рублей. Мы прошлись, посмотрели. И я ему дальше следующий параметр говорю. А вот смотри, через 4 недели, то есть через месяц у тебя будет 400 рублей. Пройди теперь, посмотри, что ты можешь взять на 400 рублей. И ребенок понимает, что на 400 рублей он уже может взять больше. Он уже может взять машинку Hot Wheels, покруче. Он уже, ну тогда немножечко цены были другие. Тогда за 400 рублей в детском мире, да можно было даже маленький набор лего приобрести. И он уже смотрел, что ага, если он потерпит, то он может купить побольше. То есть мы вот эту ценность закладываем самостоятельно. Дальше Ольга спрашивает, и Наташа вот так же аналогичный вопрос задает. Может ли еда идти из карманных денег? Конфеты, соки, все покупаем и так. И от Натальи вопрос, тратит их на сладости, а мы сладости ограничиваем. Да, такие очень похожие вопросы. Вот смотрите, самые главные моменты, когда вы даете ребенку карманные деньги, вы должны сразу проговорить про два пункта. Там подпунктов может быть больше, но вы два момента обязательно прописываете и проясняете. Первый момент, когда вы ввели карманные деньги, вы сразу обозначаете категорию, которую больше вы ребенку не покупаете. Вы ввели карманные деньги и теперь вы не покупаете то-то, то-то. Когда мы ввели ребенку карманные деньги, мы ему обозначили. Сынок, мы теперь тебе даем карманные деньги и мы больше, я надеюсь, у меня кулон не бьет опять по микрофону, и мы больше не покупаем тебе игрушки. Ты теперь от нас будешь покупать игрушки, только получать игрушки на день рождения и на Новый год. Но еще у нас принято на 23 февраля дарить, потому что в садике как-то заложили такую традицию. Так я, в принципе, если я кого-то оскорблю, я не подразумеваю кого-то обидеть. Но я не чту и не понимаю вот этот праздник. Это просто вот в садике традиции, поэтому какую-то мелочевку мы тоже решили, что будем дарить. Мужа я поздравляю, но в этом году, я не знаю, в этом году особенно тяжело будет с этим праздником, потому что все мы помним, что произошло в прошлом году. Поэтому такой вот спорный момент, это я ушла, ушла как всегда от темы. В общем, на Новый год и на день рождения ты теперь получаешь от нас подарки, игрушки. Все остальное это теперь твоя ответственность. Если ты хочешь Тобота, вот там твой Тобот стоит 800 рублей, значит тебе нужно 2 месяца откладывать деньги. Если ты хочешь машинки Hot Wheels, они там, как правило, по 200 рублей, бывают по 600 рублей, ну вот в детском мире то, что мы покупали, ты уже будешь рассчитывать сам, сколько тебе нужно копить и так далее. То есть вы сразу оговариваете ту категорию, которую вы перестаете покупать. Например, игрушки. У более старших деток это может быть какая-то излишняя канцелярия, какая-то косметика у девочек. Вот мы сейчас еще убрали, мы не покупаем ребенку диски, игры для Xbox. Это тоже его ответственность, если он хочет, что мы как бы подарили базовый набор вместе с приставкой. Все остальное, если ты что-то хочешь, то ты уже сам с этим разбираешься. То есть вы обязательно какую-то категорию обозначаете, что вы больше не покупаете. И вторую категорию вы обозначаете обязательно вещи, на которые тратить карманные деньги нельзя. Вы это прописываете, даже если ваш ребенок не умеет еще читать, вы можете приклеить какие-то там этикеточки, наклеечки. Что запрещено покупать на карманные деньги? И у нас запрещено покупать сладости, у нас запрещено покупать напитки, там а-ля Coca-Cola. И у нас запрещены, я тоже об этом как-то говорила, у нас запрещены донаты в игры, платить блогерам, переводами. У нас эта категория запрещена. И я, например, говорю, почему нельзя какие-то сладости, какие-то вредности. Я ребенку сладкое покупаю сама, я даю ребенку сладкое, такое вредное. Он у меня ест ММДМС периодически, Фрутеллу, ну вот такие какие-то гадости. И я ему покупаю это раз в неделю. Я раз в неделю, например, могу купить пачку Фрутеллы, и раз в неделю я покупаю, например, пачку ММДМС. Это уже на следующей неделе. И я ему там потихонечку, там по чуть-чуть выдаю раз в день. Например, вот я, когда ему собираю бокс в художку, так как он там полгничает в художественной школе, соответственно, я ему чуть-чуть там насыплю ММДМС, фруктики, какие-то печенюшки. Вот его запас сладостей. Я ему говорю о том, что много такой еды есть нельзя. Ты вредишь своему организму. Поэтому какие-то вещи, я их тебе и так покупаю, но я читаю составы, я смотрю на количество. И это моя забота, как родителя, тебя кормить. И какие-то вещи, которые ты любишь покупать, которые ты любишь есть, тоже я буду тебе покупать. Но в ограниченном количестве. Это связано с тем, что ты должен беречь свое здоровье, беречь свое тело. Оно тебе дается один раз на всю жизнь. И я это четко с ребенком проговариваю постоянно. Постоянно. Это же касается фастфудов, пиццы. У нас есть определенные правила, что мы заказываем только два раза в месяц такую еду. Потому что я сама люблю, я говорю, да, это вкусненько, можно этим побаловаться. Но ты должен понимать, что это не самый полезный выбор. И мы можем это себе позволить, но не так часто. Поэтому у нас такие вещи покупать запрещено. И вы оговаривайте обязательно. Дальше у нас тут такой вопрос был. Если ребенок тратит на сладости и спускает, нужно ли лишать его карманных денег? Карманных денег мы не лишаем. Я вам сейчас буду рассказывать стратегии, как избавиться ребенка от личных трат. Очень много было вопросов и страхов у родителей, что ребенок не умеет копить. Вот мы сейчас с вами до этого вопроса дойдем. Сейчас сначала я отвечу на такой вопрос. А за что вообще можно давать ребенку карманные деньги, если нельзя за домашние обязанности? Карманные деньги ребенку даются так, как он член семьи. На него домашние обязанности возлагаются тоже, как на члена семьи. И поэтому мы за них не платим. Ребенок выполняет свои домашние дела, потому что он член семьи. Он живет в этом доме. Он ездит на этой машине, поэтому он может папе помочь ее помыть. Что-то сделать, где-то протереть. Потому что он ей также пользуется. Он пользуется квартирой, он пользуется техникой. И он за собой убирает, и мы за это не платим. Он выполняет свои домашние обязанности, мы за это не платим. Потому что мы семья. И мы как члены семьи сохраняем свою квартиру, свой дом, свое жилье в подобающем виде. И это наши обязанности. И карманные деньги ребенок получает тоже просто как член семьи. Потому что мы родители, мы хотим дать ребенку вот этот навык, вот этот скилл, умение пользоваться финансами. И это важно нам в первую очередь. Если вы не хотите оказаться в ситуации, когда ваш 20-летний сын или ваша 20-летняя дочь набирает микрозаймов, кредитов, и вам потом звонят коллекторы, вы это все выплачиваете. И таких ситуаций очень много. У меня очень много знакомых, у которых уже взрослые дети. И это на самом деле очень страшные вещи часто происходят. Вот с этими долгами и часто там с воровством из-за того, что у ребенка, ну нет у него возможности ничего купить. У него нет своих денег. Он получает деньги только когда у папы хорошее настроение. Или когда мама там даст за что-то. Вот здесь был такой еще тоже момент, что родители дают только на что-то, на какие-то конкретные вещи. То есть ребенка лишают изначально свободы. У него нет ее. И в подростковом возрасте, когда у ребенка бунт, когда у ребенка протест, ему хочется почувствовать свою взрослость. А родители по всем безопасным критериям ему эту взрослость обрубили. Они не дают ему принимать решения. Они не дают ему высказаться. Да, очень многие такие вещи происходят, что у ребенка не остается экологичных каких-то способов выразить себя, почувствовать себя взрослым, почувствовать себя значимым. И поэтому дети уходят в плохие компании, в зависимости. Потому что у них нет возможности самовыражаться другим путем. Почувствовать себя свободным, хорошим путем, доступным путем. Поэтому мы деньги даем, потому что ребенок член семьи. И каждый из своего бюджета. Я знаю, что кто-то дает по 500 рублей в неделю, по 400 рублей в неделю. Мы даем ребенку по 100 рублей. Сейчас у него, когда он пошел в школу, мы ему увеличили до 150 рублей в неделю. Потому что игрушки сильно подорожали. Ставки выросли, скажем так. И он будет получать эту сумму, ну вот как мы планируем, всю начальную школу. Мы ему не будем поднимать, пока он не начнет, например, сам пользоваться общественным транспортом, когда не понадобится больше каких-то денежных средств. И он их получает просто так. Независимо от вашего настроения. Это не под какую-то конкретную задачу. Это ни в коем случае за оценки. Вот здесь пишут мне, дочь хочет лего. Мы договорились, что будем давать ей деньги за пятерки. Когда вы даете ребенку деньги за пятерки, когда вы даете деньги ребенку за оценки, вы убиваете его внутреннюю мотивацию к учебе. У него не будет формироваться мотивация к учебе. Это то же самое, что наказывать за плохие оценки. И мы формируем в этом случае мотивацию на избежание наказания. То есть ребенок мотивируется учиться не потому, что ему нужны знания, не потому, что ему нужны эти оценки, не потому, что над ним давлеет авторитет учителя, перед которым нужно исправить свои оценки. А он учится, чтобы не получить наказание от родителей. И когда у вас не будет вот этого уже инструмента, когда ребенок от вас съедет, и вы не сможете дальше его подпинывать и шантажировать его этим, то очень высоки риски того, что ребенок скатится, потому что мотивации не будет. То же самое с мотивацией за положительные оценки. То есть у ребенка мотивация не на то, чтобы подтянуть свои знания, не на то, чтобы быть лучшим в классе, не на то, чтобы получить оценку, порадоваться самому, потому, что в любом случае похвала за хорошую оценку от учителя, я имею в виду, она в возрасте, до подросткового особенно, очень сильно должна мотивировать, потому, что это социальный фактор. И когда ребенку платят за пятерки, это 100% вы убиваете мотивацию ребенка к учебе. Потому, что если вы хотите в дальнейшем пробудить ребенка тягу к знаниям, никогда, ни в коем случае нельзя ребенку за оценки платить. Дальше. Ну вот вы же пишите, конкретно карманные деньги не ввели, но даем деньги на нужды типа обеда. То есть вы в этом моменте, мне очень хочется, чтобы вы меня услышали, потому что вы не даете ребенку свободы. Свободы в безопасности. Понимаете, когда ребенок потом выйдет во взрослую жизнь, и он еще вот в безопасной среде, не попробовал вот этот момент, где-то потранжирить, что-то спустить, все проесть, раздарить кому-то, еще как-то поступить. Если у него не будет этого опыта, пока он живет с мамой, с папой, пока речь идет не о каких-то там баснословных суммах, ребенок будет это проходить все. Когда он уедет от вас учиться, поступит, да, и будет студентом, вы ему будете переводить деньги, он их будет сразу спускать, потому что он этого опыта в безопасной среде не получил. Еще хуже, когда он начнет работать, и у него будет зарплата заканчиваться в первую же неделю после получки. Но посмотрите, многие люди так живут, даже взрослые люди, многие так живут. Они покупают зарплату, и все. И тут Остапа понесло. У них начинается вот это вот махание карточкой «кружите меня, кружите». Но ребенок должен пройти это в безопасном возрасте, пока он с вами, пока риски минимальные. Что он там потратит? 400 рублей или 200 рублей, сколько вы даете, да, в зависимости от этого. Он должен получить этот опыт при вас, в безопасности. Он должен это прочувствовать. Вот поймите, если ребенок не почувствует это на себе, когда он еще маленький, и он должен с этим наиграться. Понятное дело, что дети, вот кто пишет девчонке, что ребенок не умеет копить, тут же тратит, лишь бы что-нибудь купить. Дайте ему в это наиграться, пока он маленький, пока ему 7 лет, 8 лет. Это приездца у него, мы сейчас с вами перейдем к тому, как формировать вот этот навык накопления. Дайте ему пожить с этим, пока он здесь, вот тут у вас, чтобы у него потом не было необходимости в этой потребности, да, чтобы у него не было этой потребности потом, в подростковом возрасте, когда ставки поднимаются уже. И очень много переживаний от мам, что ребенок не умеет копить, тут же тратит, неважно, что купить, ребенок не умеет копить и так далее. Очень ждет денег, в 6 утра уже будет давай, и в этот же день все тратит. Но очень много сообщений на эту тему, тратит моментально и так далее. Что? Давайте разбираться, почему дети моментально тратят. Во-первых, здесь есть вероятность того, что вы ввели деньги поздно, то есть вы ввели, когда он уже у вас самостоятельный. Все, он уже сам гуляет, и вы ввели поздновато, вы не смогли вот какие-то финансовые привычки его сформировать. Это первый момент. Но это вообще на самом деле не страшно, это все очень быстро лечится. Второй момент, который тоже, возможно, ваша ошибка, это ваше финансовое поведение при ребенке. Я за это себя всегда отдергиваю, когда мы ходим с ребенком по магазинам, прямо вот начиная с самого раннего возраста. А у нас было приложение, Едодил, по-моему, я его выбирала из-за того, что там у меня ребенок еще не умел читать, и там были картиночки, что мы покупаем. И я ходила с ребенком в магазин со списком, и я никогда не брала то, что у меня в списке нет. Это, кстати, очень классно работало, как отмазка, почему, мама, ты мне не купишь вот это. Я говорю, потому что у нас нет этого в списке. Вот смотри, мы пришли с тобой за этим, этим и этим. И понимаете, вот для ребенка, особенно у маленького, когда он ходит с мамой по магазинам, он же видит вас, вы увидели, схватили, положили. Ребенок не понимает, что у вас, возможно, в голове там схема выстраивается, я из этого это приготовлю, это мне понадобится сюда, это сюда. Ребенок видит такую картину, мама зашла в магазин, и хватает все, что ей понравится. То есть у него вот этот вот образ, я стану взрослым, и тоже буду хватать все, что мне нравится. И поэтому очень важно подавать ребенку пример, а как мы ходим в магазин. Если вы заходите за хлебом, а вы ходите вот с такими пакетами, тоже, девочки, призадумайтесь, а какую финансовую модель вы ребенку показываете таким поведением. То есть обязательно ходим в магазин со списком, прямо обозначаем ребенку. Мы пришли с тобой, так нам нужно хлеб, зелень, вот мы это с тобой берем. Мы с тобой поехали покупать тебе шорты, мы берем тебе шорты и так далее. Иногда можно показать там, о, носки по выгодной цене. Нам носки так и так нужны, сейчас это выгодно взять. Вот я беру, то есть вы прямо рассказываете, независимо от того, насколько маленький у вас ребенок. Но вы показываете ему вот эту финансовую модель. Дальше, что у нас важно теперь, чтобы ребенок копил. Первое. Во-первых, мы должны у ребенка сформировать вот эту вот насмотренность. Обратите внимание, если вы долго, очень долго будете сидеть дома, никуда не выходить, и вот у вас все время только ребенок, ребенок, отследите это в себе. У вас исчезают потребности. Мама уходит в декрет, она никуда не выходит дальше площадки, и у нее потребности все только связаны с детьми. Она уже себе ничего не покупает, она все тратит на ребенка. Почему? Потому что она, видимо, давно не выходила в люди куда-то, где со взрослыми, с такими же, как она, куда хочется принарядиться, накраситься, чтобы вот эти, чтобы у нее свои базовые потребности были. Возможно, они не такие уж и базовые, но чтобы хотелки вот эти были, понимаете? Чтобы у ребенка то же самое, чтобы у него были хотелки, такие какие-то крупные, ему важно это показывать. То есть вы заходите в детский мир, и вы говорите, смотри, о, вот эта игрушка, вот эта, ну, если мы про маленького ребенка говорим, если ребенок постарше, девочка, например, вы ходите там в золотой яблоко, в литуаль, смотри, ой, вот эта косметика, вот эта, то есть вы формируете вот эти вот хотелки, более серьезные. В магазины канцелярии, там, вау, какие тут блокноты, какие ручки, в магазины техники, а вот смотри, в магазины лего, ну, вот все, то есть вы ходите, глазами смотрите, чтобы у ребенка вот это вот сформировать, что, ну, не чипсы нужны, не сок, а вот, посмотри, можно вот на это копить, можно на это, и вау, какой шлем, ну, у тебя вроде бы есть шлем, но если ты захочешь, ты можешь накопить еще вот на такой шлем, то есть вы ребенку обозначаете. И самое главное, что важно делать с ребенком, это важно прописывать список желаний. У нас всегда у всей семьи есть виш-листы, причем, я вот когда на Новый год смотрела, девчонки, вот и смех, и грех, я вспоминаю свои виш-листы, я веду виш-листы прямо с подросткового возраста, и я смотрю на виш-листы моих племяшек сейчас, подростков, и это, конечно, как будто мы живем в разных мирах, там, знаете, вот эта вот помада Диор, мне бы хотелось, мне бы хотелось духи, там, забыла, какие, Джо Малом, по-моему, ну, в общем, да, видно, что девочки смотрят блогеров, насмотренности хорошие, и они понимают, у них есть вот эта вот насмотренность, там есть, да, какие-то вещи более дешевые, есть какие-то вещи более дорогие, на которые нужно всей семьей скидываться, и так далее, то есть ребенок прописывает, а что он хочет, если вы не заставляете, почему я говорю заставляете, потому что, ну, вот представляете, вашему ребенку 8-9 лет, вот моему ребенку больше семи, я, раньше мы с ним всегда ввели вот эти вот списки, а что ты хочешь перед днем рождения, перед Новым годом, мы это делали, сейчас я это делаю постоянно, независимо от того, грядут какие-то праздники или не грядут, и когда я недавно, вот после Нового года, вот мы прописывали в том году, да, вот какие-то цели, какие-то планы его, в этом году я его еле заставила сесть рядом с собой, я говорила, нет, ты подойдешь ко мне, и мы с тобой будем в твой финансовый дневник, если ты не хочешь писать сам, я запишу за тебя, и я прям взяла его в финансовый дневник, и я говорю, давай писать твои желания, с чего ты хочешь, он сопротивлялся, девочки, это нормально, если дети сопротивляются и не хотят писать, тут важен ваш настрой, если вы хотите научить вашего ребенка копить, вы его научите копить, и соответственно, я ему говорила, давай, вот что ты хочешь, он говорит, я хочу Тобота, естественно, у меня это вызывает дикое, вот прям недоумение, раздражение, потому что, чтобы вы понимали, игрушка Тобот, особенно вот эти большие трансформеры, которые увлекаются, которым мой ребенок, они стоят от пяти тысяч, ну как бы извините за это, это на самом деле большие деньги, и вот у него был день рождения в ноябре, и у него был только один подарок от гостей, все остальные пришли с конвертиками, то есть вы представляете, моему ребенку надарили денег, все пришли с конвертиками, только один ребенок пришел с игрушкой, которую хотел мой сын, и вот представляете, да, у него вот эти вот деньги от гостей, естественно, он должен распоряжаться ими сам, мы предложили ребенку, у меня в этом плане муж, он очень настроен, таким образом, что наш ребенок не должен сам себе покупать базовые вещи, типа велосипеда, какой-то базовый телефон, то есть если у ребенка есть телефон, и он хочет улучшить, тогда окей, но если у ребенка нет телефона, нет каких-то базовых вещей, там кровати, стола, того же самого велосипеда или самоката, то это обязанность родителей купить, в нашей семье так, а вот все, что сверху, какие-то там уже моменты, это ребенок сам себе должен оплачивать, и вот он нам заявляет, я хочу Тобота, вот Тобот стоит 5000 рублей, представляете мои глаза, за 5000 рублей, я говорю, слушай, ну ты же хотел айрподсы, ты же хотел какие-то крутые наушники еще себе, и я говорю, ну как бы может быть разумнее туда потратить, но что мне мой ребенок объясняет, мама, я планирую дожить до 95 лет, Тобот мне нужен сейчас, когда мне 7, а наушники я буду копить, когда мне будет 8-9, также мне будут дарить, наверное, деньги на день рождения, вот тогда я на наушники себе накоплю, сейчас я хочу еще в Тоботов поиграть, ну как бы аргумент, против которого не попрешь, да, естественно, несмотря на то, что мне вся эта история не нравится, ну как, мне жалко, честно, да, вот таких денег на игрушки, но это выбор моего сына, и я ему даю этот выбор, он заказал себе этого Тобота, ждет вот сейчас на Алиэкспресс, потому что в России их больше не продают, и понимаете, вот этот вот момент, у ребенка есть желание, на которое мы не говорим, фу, это фигня, это не нужно, это для тебя не важно, ребенок сам определяет свои приоритеты, и если он считает, что ему нужны, вот у меня племяшка, нужны ей кроссовки, вот эти какие-то найки, я забыла, как они называются, кроссовки стоят очень дорого, на мой взгляд, я бы себе такие не взяла, но вот для нее это важно, вот хочет она на них копить, ради Бога, это твое право, если ты готова себе отказывать во всем остальном, ради этих кроссовок, то пожалуйста, то есть не нужно вмешиваться в интересы ребенка, мы должны наоборот эти интересы поддерживать, тем более, если они хотят на это копить сами, таким образом, то есть у ребенка есть виш-лист, это очень важно, у ребенка есть список желаний, если у него нету этого, а к чему ему стремиться, а на что тогда ему копить, если он хочет накопить на какую-то вещь, а родители считают, что это фигня, и не разрешают на нее копить, если для него это не является ценностью, пусть ребенок копит на то, что для него сейчас ценно, да, возможно, вот я подразумеваю, у меня сейчас придет этот топот, он в него поиграет, потому что у него возраст такой же пограничный, у него вот-вот уже, и ему игрушки будут неинтересны, но пусть он получит этот урок, пусть он мне в сентябре скажет, лучше бы я себе наушники купил, накупил я себе этих топотов, я мог бы себе планшет купить, пусть он мне об этом скажет, пусть он об этом пожалеет сам, пусть до него, до самого это дойдет, сейчас, когда он находится при мне, чем когда это будет в дальнейшем, да, в другом возрасте, поэтому обязательно для того, чтобы ребенок умел копить, нам нужно формировать у него какие-то желания, показывать, раскрывать ему горизонты, показывать какие-то другие хобби, другие места, а вот ты мог бы так, а вот это можно, а вот это можно, чтобы у ребенка были вот эти вот хотелки, чтобы у него глаза горели, не так, чтобы у него единственная цель была, это купить себе булочку какую-то или жвачку, показывайте, разрешайте ему вот это, на все вот это смотреть, глазеть, писать в себе списки, и самое главное, обязательно учите ребенка составлять финансовые дневники, очень часто нам кажется, что а что ему там записывать, я сама попадалась на эту удочку и говорила, ну что ему там писать, ну получает он от меня 150 рублей, у нас нет никаких родственников, которые будут деньги давать, раз в год иногда что-то дают бабушка с дедушкой, которые далеко от него живут, но это бывает крайне редко, и не всегда они дают, потому что нет возможности, нет возможности просто это давать, моя мама тоже, она очень сильно ограничена в средствах, нет, он получает вот свои 150 рублей, я думаю, ну что ему там записывать, нет, он записывает, и как я ему говорю прописывать, вот пятница поступили тебе деньги, прописываешь 150 рублей плюс, осталось столько-то денег, сейчас у меня столько-то денег, заказал он себе там лего на Валберис, потратил, осталось столько-то, до мечты столько-то денег, и я ему всегда говорю, вот сейчас он считает, и я говорю, вот ты хочешь этого Тоба-то, еще одного, еще одного Тоба-то хочет, я говорю, сколько стоит этот Тоба-то, я говорю, давай найдем его, посмотрим, вот он стоит там 3000 рублей, давай считай, сколько тебе на него копить, мне на него копить там 3,5 месяца, это при условии, что я ничего не буду тратить, я не буду покупать диски, я не буду там на какие-то вещи тратить, на доставки еды, вот иногда отказываюсь, мам, ну давай я плачу, и ты вот уже такой смотришь, вот ты можешь за 3,5 месяца накопить, а можешь за 5 месяцев накопить, выбирай, и ты уже смотришь, то есть ты прописываешь, вот на мою мечту нужно столько-то, я ребенку, конечно, обозначаю, что он может подорожать, что может исчезнуть с продажи, ты должен понимать, что возможно придется менять цели, менять приоритеты, поэтому всегда в виш-листе должно быть несколько пунктов, и все, и ребенок сам смотрит, что вы думаете насчет того, что ребенок проводит мастер-класс бабушке, и берет за это 100 рублей, я думаю, что у вас очень предприимчивый ребенок, потому что это не домашняя обязанность, если бабушка готова платить за мастер-класс ребенка, пусть она ему платит, это очень классный способ заработать, у меня племянница зарабатывает иногда, то есть каким образом? Она может организовать какие-то игры, раньше, когда Толя был помладше, она могла говорить, вот я могу просто с ним поиграть, а могу ему чему-то его научить, это стоит 20 рублей, 50 рублей, я говорю, классно, будешь, значит у меня няне работать, и я ей там, например, за какие-то вещи доплачиваю, вот сейчас у нас с девчонками, с племяшками пари, если кто-то заставит, научит моего ребенка есть картошку, тот получит финансовое вознаграждение, и каждый раз, когда они у меня в гостях, когда мы в гостях, там у сестренок, вот они вокруг него, чтобы Толя поел картошку, он у меня не ест картошку, мне это неудобно, потому что я ограничена в том, что я могу готовить, он не ест картошку ни в каком виде, кроме картошки фри, в супе иногда, но в основном в супе она вся остается, эта картошка, я вот девочкам сказала, кто моего ребенка научит есть картошку, чтобы ему понравился этот вкус, чтобы он прям ел, обещаю вознаграждение, хорошее вознаграждение, и вот дала им этот год, для того, чтобы они ребенка моего картошки научили, причем доходит до того, что мы планируем прийти к нему в гости, и они такой же подростки, старшеньки, они могут сами картошку сварить, несколько видов, чтобы то легкое кормить, и давать ему попробовать, и говорить, ох, как круто, вот такой способ заработать, почему бы нет, это не их обязанность домашняя, они не обязаны ничего подобного делать, поэтому, да, очень классно, готова бабушка платить, здорово, в общем, вроде бы на все такие моменты, я обозначила ответы, если что-то я не раскрыла, и так видео очень долгое получилось, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!